МАКСИМАДЗИ Третья серия. Значит, на чём мы остановились? Остановились мы на том, что мы, собственно, оживили Илью Муромца, которого с помощью магии вот эта вот принцесса, собственно, убила. Ну, мы его оживили, в раю побывали, обратно на этот свет вернули в жизнь. И, собственно, пора возвращаться. Богатыри возвращаются в Киев. Князь волнуется, поди уже. Ну, собственно, поехали. Остановились мы здесь. Не понял. Здесь вроде раньше трон стоял, а это больше на кровать. Опа! А тут уже. Может, опять новшества какие удумал. Вот неугомонник. Сюрприз. А, богатыри. Давно не виделись. А вы живущие. Так вот оно что. То-то, думаю, кровать знакомая. Где князь-то, бесовка? Князь, ваша беда-то какая. Пропал? Да так пропал, что и несущий. Но я и думаю, не гимнет же государство в пучине безвластия. Вот и узурпировал трону. За то, что ты с троном сделала, отдельное ответ задержать будешь. А князя верни. По-хорошему прошу. А хоть по-хорошему, хоть по-плохому. Все равно теперь все по-моему будет. Так что кланитесь мне, как царицы, и ступайте вон. Да что же это за беззаконие? Да неужто мы когда потерпим, чтобы землей русской чужеземная баба управлять стала? Нет, ну может потом, когда, веки в девятнадцатом. А сейчас да ни за что. Ну-ка, ведьма, отведай силушки богатырской. Упс, жаль, конечно, мальчонку. Да что поделаешь, уж больно горяч. Ну ладно, надоели вы мне. Аудиция, как говорится, закончена. Илья, а все-таки я не понял. Ну, скинула она князя. Ну, захватила власть. А вот зачем она трон, узур, узур, п... В общем, в кровать переделала. Да, речи потерял. Кого мне, добрыня, не делала. Зачем трон переделать в кровать, это вообще не важно. Спасать надо, Русь, присветлую от замыслов басурманских. Да я Алешку тоже расколдовать неплохо бы. Надо б на нам князя разыскать, если жив еще. А коли и не жив, с того света достанем. Чай не впервой. Народ, надо б на расспросить. Может, кто чего и знает. Да. Надо погулять, собственно, тут по рыночку, по дворику. Это к дому Алешкиному дорога. А там Любава его ждет, дожидается. Боязно мне к ней идти. Чего мы ей скажем? Давай еще погуляем. С народом пообщаемся. Да, давайте пообщаемся с народом. Тут надо спросить всех, чтобы пройти дальше. Собственно, мы попали на локацию, которая была в Добриннике Чезмей Горыныча в игре. Только здесь есть несколько отличий. Во-первых, дворец там был повернут в эту сторону. Здесь в эту сторону повернут дворец. Во-вторых, указатель этот гораздо дальше стоял, а не перед дворцом прямо. В-третьих, вот этого ларька здесь не было. Так, давайте спросим. Узнай судьбу за копеечку. Не слыхала ли часом, куда князюшка наш пропал, а за место него девица неизвестная правит? Да ты что? Правда, что ли? А я и не слыхала. Надо будет Степановне рассказать. Тьфу ты. Ну, хоть кваску-то налей. Это мы запросто. М-м-м, прикольно. Подходи, касатель. Ай, правда, хорош квас. Ух, пахнет-то как. Жаль, только не пригодится ни для чего. Кстати, этот добрый Никит Чезмей Горыныч, по-моему, квасной ларек чуть-чуть ближе туда стоял. Ай, ждет тебя Илья Муромец. Дорога дальняя в страну туманную. А тебя, Добрыня Никитич, и того дальше. К стене высокой, полмира огораживающей. А еще скажу. Ну, хватит глупости своей городить. Врешь же все. Ты скажи лучше, куда князя нашего колдунья злобная подевала. Да жив ли? Жив. Вот чую, жив. Проблемы у него большие, с деньгами связанные. А деньги чудные, иноземные. А вот где, он не знает. Хотя, вроде видеть-то что-то начинаю. Да что ты ее слушаешь, Добрыня? Сроду она ничего верного не нагадала. Пойдем лучше, кого другого спросим. А не хочешь слушать? Так и не надо. Мимо гуляй. Не останавливайся. Квас холодненький. На хлебушке ржаном. Да с изюминкой. Ох, ужас-то какая. До государственного переворота дожили. Не, почему не нагадала-то? Ай, подходи. Про Алешу Поповича. Судьбу за копеечку. Буб... Буб... Бубенный дружок. Тут-то, по сути, угадала. Берем квакушек. Купицу-богатырь. Ох, упоешь, ладно? Заслушаешься. Вот ведь народ. Князь законный неизвестно куда делся. В палатах княжеских принцесса басурманская хозяйствует. А им торговля. Хоть бы один слово поперек молвил. Так молвил один. Муж мой. Свирид Петрович. И чего? А ничего. Взмахнула басурманша пальчиком. Грянул гром среди ясного небушка. И вот он мой, свирид Петрович, в клетке чирикает. Понятно. Жаль свиридушку. А чего еще делать-то? Семью кормить надо. В страхе живут все теперь. Купи лягушку, богатырь. Каждая пятая царевна заколдованная. Если 10 возьмешь, еще и напарнику, жену-красавицу добудешь. Только и надобно, что весь десяток перецеловать нежно. А ты не звездишь? Ищи Иванушку дурака. Сам со своими жабами целуйся. Ты лучше скажи, чего в палатах княжеских приключилось? Не знаю. Честное слово. А и знал бы, и не сказал. Уж больно нрав у новой царицы крут. Говорят, вчера мужика одного за речи бунтарские в неведомую птицу превратила. Даже не спрашивай ни о чем, богатырь. Здоровье дороже. Да. Подходи, богатырь, пока горяченькие. Есть силушка-то богатырская? Умнешь десяточек? Пойдем, добрыня. Не того пытаешь. Вот превратят тебя в камень, али в козявку малую. Узнаешь тогда разницу-то. Ты лучше скажи, чего в палатах княжеских приключилось? А мне почем знать? Мое дело маленькое. Тесто меси да пироги выпекай. А кто там ноничи у власти, так мне без разницы. Лягушки свежие. Есть тут кто? С утра в болоте квакали. Видать, никого. Ну и ладно. Даже указатель на кладбище есть. Только в этой игре нам не надо на кладбище. И ворона причем тоже так же тут сидит. Берем лягушек. Берем квакушек. Короче говоря, в принципе мне нравится, что здесь есть локация из одной из предыдущих частей. Но многие говорят, что типа халтура, все дела. Особенно богатырей, да. А что ты говоришь? А ежели я тебе сейчас шлем по самый пупок натяну? Ну ты того же. Не серчай, Добрын Никитич. Сам же понимаешь, мы люди подневольные. Не горячись, Добрыня. Вспомни, чего с Алешей стало. Тут одной силой не возьмешь. Пускать невильно. Да знаю я, знаю. Стой уж спокойно. Проход во дворец запрещен. Да мы и не собирались. Так прогуливаемся. А скажи, добрый молодец, куда там князь наш подевался? Не знаешь? Не знаю, богатырь. Сказывают, убег он. А куда? Неведомо. Ну и то дело. Раз убег, значит живой. Проход запрещен. Да я и не собирался. Да, кстати, стражники точно такие же, как у Василевца в Царьграде. В мультфильме про Илью Муромца и Соловей Разбойник. Да и в игре тоже. Хотя в Три Богатыря и Наследница Престола у Василевца там другие стражники уже были. А у князя стражники свои были. В Илье Муромце и Соловей Разбойники Три Богатыря и Шахатской столице в мультфильме. Там были такие здоровяки, прям здоровенные. А начиная с Три Богатыря на Дальних Берегах, там такие более худые, более старые какие-то. Другие стражники там были. Ну короче, свои. А это Василевца, видимо, позаимствовал. Князь. Как ни крути, а к Любави зайти надо дна. Да уж, но ничего не поделаешь. Придется ей все про Алешу рассказать. Мол, превратился муженек твой в статую холодную, безответную. Хм. Может, все же таки помягче как-нибудь. Добрыня, Илюша, а где Алешенька? Вы что, не вместе на заставу ездили? Кхм. Ой, ты, девица красная, супруга верная Любавушка. Скажу я тебе правду, как на духу. Алешеньку твоего. Дела неотложные задержали ненадолго. Боевой дух на заставе упал. А ты ж знаешь Алешку. Пока не подтянет, не успокоится. Правда, Илья? Эээ, ну да. Приедет он в скорости. Скорее бы. Уж он-то это... Даже анимации те же, что и в Добрюняк, пищезьми гарничи. Это точно. Кстати, о принцессе. Ты не знаешь, чего у них там с князем приключилось? Это вам Елисея спросить надо. Он тогда как раз в палатах был и все своими глазами видел. Правда, он после того дома заперся, никого не пущает и сам на двор даже носу не кажет. Боится аресту. А где же дом его? А прямо на площади рыночной. Бывший Ерем и купца Лабаз. Только не пустит он вас без пароля какого-то. Я уж пыталась. Ладно, разберемся. Ты, Любавушка, пока тут с Ильей посиди. У него за византийский поход столько историй интересных накопилось. Да. Да. И он тебе все их рассказать хочет. А я пока быстренько к Елисею сбегаю. Да. У Любавы, кстати, тут другой голос. Другая актриса озвучивает. Кстати, можно на дом вот этот обратить внимание. В Добрынике Чезми Гаринч он... Здесь он, короче, отзеркаленный стал. Там крыльцо и дверь находились тут, а вот это окно с той стороны. А тут наоборот. Ну, держись, Илья Иванович. Я быстро. Только б ты про Алешку не проболтался. Клочок бумаги. Ну, такое дело всегда пригодится. Такие же бочки, точно такие же бочки Валюша по почту гарни-змеи мы увидеть могли в игре. Похоже, кто-то записку разорвал да по бочкам спрятал. Интересно. Ай, подходи, узнай судьбу за копеечку. Похоже, записку прочесть можно. Хочешь пирожок? Покупай. А без дела не дергай. Назовите пароль. Елисей, кончай придуриваться. Это я, Добрыня. Пароль не принят. Ну, что ты с ним будешь делать? Да, действительно, кстати, лобазку царемы тут был. Вы табличку сняли отсюда, похоже. назовите пароль. Пароль не принят. Назовите пароль. Тьфу. Пароль не принят. Тьфу. Хороший пароль, да. Не, так просто не попадешь туда. Блин, а вот эту женщину мы могли увидеть в игре Алюш Попой, что горит змея на ярмарке в самом начале. Так. Будем тут, наверное, собирать бумажки эти, потому что здесь тихо, спокойно, не то, что на рынке на этом. Ну вот. А император мне, значит, и говорит. Отвезу-ка я тебя, Илья, на Средиземное море. Константинополь, Любавушка, город Контрастов. А я ему и говорю. За подержанные ножны целый золотой солид. Но тут я как стук на его булавой да по маковке. А вот еще один интересный случай был. Ой, Илья Иваныч так интересно рассказывает. Да, не сомневаюсь. Сейчас попробуем разобраться, чего это за карапули. Ну-ка, ну-ка, разберемся, чего тут написано. Ну тут все, в принципе, легко. Надо смотреть, какая буква встанет, какая не встанет. Ну вот. Вот, встала, значит, Это уже похоже на пароль. Впрочем, в принципе, я уже давно-давно знаю, какой тут пароль написан. Еще с самого детства знаю. Где букву Ну вот. Ой. Буквы ее нету, жуть Ну вот. Я вот на самом деле так сказать против того, что во многих местах часто вместо буквы ее пишут е и говорят да это правило такое типа так можно не знаю я как-то против этого что ли с такой логикой можно и краткую заменять на обычную и Ой. Промахнулся. Ну вот. У вас продается меч кладенец Ну Елисей Ты только дверь открой я тебе расскажу чего и где продается Хотя в реальной жизни так собрать бумагу это вот еще геморрой будет Фиг соберешь Назовите пароль У вас продается меч кладенец Пароль принят Проходите О подошел Ну и чего это ты за пароль выдумал Голос меняешь Старых друзей на порог не пускаешь Ты Добрыня Никитич не обижайся А только осторожность она не помешает Я ведь для ведьмы басурманской свидетель нежелательный А забава и вовсе конкурент на престол Мне этот престол конечно и даром не нужен Тем более после всей этой машинерии заморской что туда князь понапихивал Но царевне ты этого не объяснишь Вот мы с Елисеем и решили на нелегальное положение перейти Ммм Да Как же вам из дворца то сбежать удалось А Елисей хитрый план придумал Я значит одежу у него взяла и парнем молодым нарядилась А он мой сарафан да кокошник напялил Ну как будто я это он А он это я Правда здорово Не то слово И знаешь это очень хорошо что вы из дому никуда не выходите Наверное да Мы с Елисеем будем народными мстителями Вот ежели злобная принцесса удумает железную дорогу построить мы ее непременно взорвем Но Ты толком расскажешь чего приключилась то Ага Явилась к нам значит эта принцесса Ну князь ты знаешь Он ее сразу под ручки и дворец показывать Вот заходят они за угол а она рукой взмахнула и говорит быть тебе не князем а бревном бесчувственным и заклинание произнесла тайное Это какое А не помню то ли ляськи-масяськи то ли трах-тибедох князь в обморок а как очухался собрал котомку и в эмиграцию А чего ж колдовство не подействовало что ли А ты сам подумай князь у нас тонкостью душевной никогда не отличался соображает чуть лучше чурбана дубового А ежели бревно в такое же бревно обратить заметишь разницу? Это колдостодок работает у нее? А куда убег-то князюшка? Не сказывал Письмо он должен с голубем почтовым прислать Да только я его все равно не получу Прилетит-то он к дворцу княжескому А мне из дома выходить не стоит Ну об этом не волнуйся Схожу к дворцу взгляну Ну ладно Да Эти почтовые голуби жуть какие умные Откуда угодно дорогу найдут прилетят и непременно в клетку на жердочку усядутся Хм А сапог чего на полу валяется? Это не сапог а прибор для изменения голоса Ежели голову в голенище сунуть да заговорить такое получается Я его заберу Кравом Хватит тебе глупостями заниматься А это у вас чего? А это мы к восстанию готовимся потихоньку Будем народ вооружать Эх Ну ладно Елисей Но от тебя забава Я такого не ожидал Да Только кажется какое колдовство у нее целое войско не сможет справиться с этой царевной Пойду я пожалуй Особый подход нужен Вот он почтальон князя Гули 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 Так просто не поймаешь Гули 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 Каблук у сапога стоптанный Аэродинамика не к черту Вот и промахнулся Оставить Че он там говорил Клетку на жердочку Мне бы клетку у тебя сторговать Хозяюшка Отдельно не продаю Только вместе с птичкой Да не торгуйся Знаешь ведь мужа родного продаю Тут дело такое Денег у меня нету Может поменяешь на что Может и поменяю Предлагай А я думать буду Кваску Нет Сапог Это зачем ей поролят лисея Да у нее стекол по-моему нету там Не волнуйся Свирид Петрович Как принцессу злобную одолеем спадут с тебя чары ее Ты главное высоко не летай а то расшибешься По травке лучше попрыгай Червячков поклюй А мы быстренько Берем лягушек Берем Квакушек Так отлично Вот Теперь голубь надеюсь залетит Бульон летающий Бульон Бульон Это ж надо было до такого додуматься Блин Узнай судьбу за копеечку То-то же Отнесу к Елисею Вместе и прочтем Лягушки свежие С утра в болоте квакали Подходи касатель Позвати ручку Назовите пароль У вас продается меч-кладенец Пароль принят Проходите Вот стало быть прислал наш князюшка письмецо Пишу вам мои дорогие с чужбины с самого туманного Альбиона в просторечии Британией прозываемой Погода тут противная сыра Очень тоскую по нашей Руси Матушке Это по-научному ностальгия называется Дальше то что? Как там без меня народ Жив ли? Не балуется? Нормально ли питается? Передавайте привет всем кого знаю И всем кого не знаю тоже передавайте Да не томи ты Добрыня Суть читай Суть знать бы где она А вот по скриптум Узнал всю правду про басурманскую принцессу Вот она у меня где теперь Целую князь И все? И все Ясно Надо бы мне други в путь дорогу снаряжаться Найду князя да лично обо всем потолкуем Надо же А ведь права была гадалка-то Цыганка права была Несколько месяцев А точно месяцев С чего бы это вдруг месяцев Ты Дорогие рыцари Князь Киевский прибыл в Англию благодаря форс-мажорным обстоятельствам А что случилось князь Из-за нее тоже мне принцесса Да не грусти ты князь У нас есть для тебя подарок Футбольный мяч Здорово Бармен лови Доигрался блин А кто мне заплатит за этот погром Да ладно Бармен Запиши на меня в кредит Принеси бренди барашка фруктов и мороженого Последний раз княже счет немалый А давайте выпьем рыцари за князя киевского За князя киевского Ну вот и добрался А ведь и правда туманно тут И сыро Надо б насрочно стаканчик чего-нибудь горяченького А может и горячительного пропустить Пока чихать не начал Где тут корчматы у них За одной про князя расспрошу А в ролике было написано здесь буква А была а здесь буква Ю Тоже недочет такой виден Ну и работка у тебя А здесь он рта не открывает День на улице Доспехи от сырости не ржавеют Еще как сэр Иногда даже с места сойти не могу Тогда жена меня домой на тележке увозит Илья Илья Иваныч Эх ма Да это ж князь Ну дает Трон прошляпил Страна по дыгам басурманским А он тут вражничает Ну уж потолкую я с ним по душам Простите сэр но вход в данное заведение разрешен только благородным особ Ну будет врать то А князь наш как туда попал в таком случае Говоря о благородстве сэр я имел ввиду не свойство души а громкий титул и совершенно согласен с вашим утверждением о том что это не всегда совпадает в одном лице Сэр вход только для благородных особ как минимум рыцарского звания Ну что ты будешь делать А богатырь русский тебе неблагородная особа Да я вашим рыцарям сто очков вперед дам Хошь на мечах хошь на булавах а уж на кулачках так и говорить нечего Сэр умом я понимаю что вы правы но закон есть закон Да богатырей в Британии нету поговорите с нашим всемилостивейшим королем Артуром думаю вам не составит труда получить от него рыцарское звание Но не дури дай пройти я ведь и осерчать могу Сэр вы можете меня убить но на мое место придет другой Сэр до получения вами рыцарского звания я не могу пропустить вас внутрь ну ладно рыцарь так рыцарь давайте попробуем что ли ну где там их король Артур пора ему меня в рыцаре записывать ну чего приличный городишко в Киеве правда красивее а это те самые интуристы из Ильи Муромца и Соловья Разбойника игры только этот усы себе отрастил овсянка сэр ваш путь к здоровому желудку всего один золотой свят 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 вот эту штуковину ни за что есть не стану больно вид у нее подозрительный кому да какая-то сероватая каша здесь купи пудинг богатит всего один золотой хочешь съешь не хочешь домой сувенир привезешь где ж его взять золотой то еда как еда наши блины со сметанкой пойди получше будут посмотри в глаза этой селедки богатыр разве ты можешь не купить такую красавицу ну ничего такая рыбка упитанная жаль денег нет хороша селедочка и просолена видать на совесть да аппетит аж проснулся богатырский ничего себе какой дворец здоровенный укуси обзянка сэры вон в тех палатах каменных поди и живет этот самый Артур здравствуйте приветствую тебя путник что привело тебя ко двору знаменитого и благородного короля Артура ну то есть к моему двору да пустячок в сущности мне бы в рыцаре записаться только по-быстрому а то мне еще страну спасать помыслы твои благородны а фигура внушительна но этого мало в наши дни каждый рыцарь должен иметь свою фишку понимаешь это не его портреты так понимаю они как-то не похожи умеют другие как-то выделяться из общей массы в общем хочешь стать рыцарем продемонстрируй мне что-нибудь интересное ну я это попробую в общем ну чего тебе еще не ясно удиви меня необычным умением и я посвящу тебя в рыцаре давайте попробуем ну-ка вот такое могу фокус показать ну это старая фишка шлемом сэр ланцепуп рыцарь железного черепа так на каждом перу развлекается он даже полный бить пробовал но за это его самого потом колотят да какой железный череп он же об шлем разбил ну а как вот такое а ежели так было 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 этим у нас занимался покойный сэр Сэдрик рыцарь лишенной совести бывало после похода скинемся по паре золотых выставим бочонок доброго эйля накроем круглый стол только сядем бегает сэр Сэдрик хрязь его и пополам скажу тебе по секрету у него было много врагов а вот гляди чего умею увы ничего нового это фокус сэра Бриана рыцаря двух половинок однажды во время войны с сарацинами сэр Бриан тайно пробрался в их лагерь и переломал там все копья так что утром сарацином ничего не оставалось как сдаться жаль что сам герой этого не увидел последнее копье оказалось железным древком и у сэра Бриана развязался пупок развязался пупок это каким образом он развязался а это за фишку не сойдет старо как мир это любимая проделка сэра Эрика рыцаря стального кулака как-то раз он так увлекся этим занятием что расколотил все винные бочки в своем подвале с тех пор он вступил в орден трезвенников и возглавил крестовый поход в какие-то ессентуки можно конечно еще раз ее кулаком расколотить ессентуки есть соленая вода такая ну я уж не знаю чего и придумать вот это красьбер хороший удар прямо как у сэра Уильяма рыцаря доброго пинка так далеко у него конечно никогда не получалось но это его фишка понятно гляди-ка уже убрали так быстро причем вот что вы наземцах ценю так это порядок короче к нему обратиться нам надо я был бы вам очень признателен сэр если бы в следующий раз при демонстрации ваших умений вы обошлись бы без меня сэр да не вопрос Артуру то все равно не нравится спасибо сэр примите этот золотой как знак возникшего между нами взаимопонимания вот он пригодится нам есть можно у него еще два вы дали слово сэр попросите об этом сэр не подходите ко мне близко я немного нервничаю напугал здорово видимо не знаю почему но вы мне нравитесь сэр только только три можно у него взять впрочем нам нужен один только но можно три тоже использовать один возьмешь за двумя придешь чудо завтрак за один золотой вот эту штуковину ни за что только есть только бессмысленно он все равно не будет есть эту кашу традиционный британский пудинг всего за один золотой за один золотой с хвостовой головой ну попробуем твой пудинг овсянка сэр мда блины точно вкуснее короче не очень понравилось ну-ка давай сюда свою селедку попробуем это не селедка это практически целый кит и всего за один золотой лучший завтрак для джентльмена ну как пудинг вкусно вкусно-то вкусно да только пить теперь хочется спас нет селедочка свежая пудинг вкусный если я сейчас чего-нибудь не выпью сам в селедку превращусь а это ничего на пиво наше похож потрясающе великолепно целый бочонок доброго эля одним духом это отличная фишка сэр илья сам того не ожидал видимо ну добрый король 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 я посвящаю тебя в рыцаре и зваться тебе с этих пор сэр илья муромец рыцарь дубовой бочки спасибо тебе артур король британский а теперь пойду я дела не ждут браво сэр илья я велю сложить о твоем подвиге балладу добрый король у них тут так ну что ж теперь это нас пропустят туда надеюсь если вы благородный господин для вас всегда найдется уютное место и кружечка эль благородный илья муромец рыцарь дубовой бочки пройти желает вот так бы и раньше добро пожаловать сэр ой илюша ты даже не представляешь как я рад тебя видеть ну-ка иди ближе я тебя расцелую ты чего ж это делаешь то а страна в опасности в палатах княжеских вместо трона кровать бусурманская стоит а ты здесь зенки заливаешь а вот этот илья зря не надо на меня напрасно возводить я ведь не просто так я ведь агентурную работу вел про бусурманшу нашу информацию выведывал ну рассказывай чего выведал расскажу все расскажу но попозже я тут это в общем задолжал немного расплатиться нечем помог бы ты мне илюшенька делов натворил что ли походу сколько должен до пустяки не помню точно там вон корчмарь ну бармен по ихнему все на бумажке записывал и много ли князь русский тебе задолжал а у меня все записано благородный сэр вот значит эль 18 бочек икра белушья ведро цыгане два табора медведь ручной один посуда битая мебель поломанная компенсация леди честертон за оторванный подол компенсация лорду честертону за помятый доспехи это как он умудрился столько дел наворотить таких как князь мог оторвать подол и помять доспехи мать честная может скинешь чуток сэр я и так не включил в счет стоимость коня сыры баклуса которого увели цыгане и омлета для епископа кентербейского который причем князь говорил мне папа никаких кредитов иностранцам да да ты в своем уме князь 10 тысяч фунтов ты что ж державу позоришь ой я сколько 10 тысяч фунтов будет задорился малость с кем не бывает ты ты меня понимаешь тебя ты я понимаю я не понимаю откуда мне деньжище такие взять я вот тут думал на досуге может артур займет ну по-свойски как монарх монарху ты б спросил его илюшенька да уж придется не знаю как не знаю как там в те времена было здесь но в настоящее время 10 тысяч фунтов это 1 миллион 163 тысячи 700 рублей да обалдеть дорого совсем как же такие деньжище взять действительно заплати за меня илюшенька престиж страны на кону а не знаешь служивый где здесь денег занять можно занимать деньги занятие недостойное благородного рыцаря да это в принципе недостойное такое занятие а вот у кого бы мне денег занять не подскажешь не знаю богатырь у меня свободных нету все в обороте а не займешь ли ты мне 10 тысяч фунтов ну ты сам подумай если бы у меня такие деньги биль стал бы я на площади пудингами торговать мне срочно нужны 10 тысяч фунтов верну с процентами где же ты раньше был когда я именно на эту сумму овсянки накупила кому пудинг интересно а он реально бы вернул с процентами или собрал бы и просто свалил бы в закат пудинг рад видеть тебя рыцарь дубовой бочки что привело тебя ко мне мне нужна помощь благородный король ты пришел по адресу сэр илья в этом мире очень мало дел в которых не мог бы помочь великий король артур мне нужны 10 тысяч фунтов и это к сожалению одно из них эх как жаль печально очень рад вас видеть благородный сэр а скажи ко мне служивый не завалялись ли у тебя случаем 10 тысяч фунтов увы сэр такие деньги в нашей стране могут быть только у одного человека и имя ему робин гуд это еще кто такой купец что ли скорее наоборот робин гуд это благородный разбойник он отбирает деньги у богатых и отдает бедным правда знаменитый благородный разбойник если хотите найти его вступайте в шармутский лес что ты знаешь про робина гуда пока ни разу не видела он даже мою овсянку не берет так вид делай или все-таки видел просто овсянку не берем это логика странная по-моему здесь а ты про робина гуда ничего не слыхал это страшный человек надеюсь я с ним никогда не встречусь а ты случайно не знаешь как робина гуда найти обычно он сам меня находит когда я через шармутский лес с выручкой еду о бандит шармутский лес понятно туда надо тогда делать мне больше нечего как всяких благородных разбойников по лесам разыскивать а ведь придется ну вот и где мне в дремучем лесу благородного разбойника сыскать эй робин гуд робин гуд выходи дело есть видать отлучился куда природный заповедник шармутский лес находится и разводить костры строго запрещено шериф смотри ты перо записку ему написать что ли обычная чернильница полная и почти без мух вот теперь этим пером писать можно столько бумаги хорошая переводит а толку поди никакого почему на каждой бумаге разная сумма написана это сумма вознаграждения почему она разная на каждой бумажке написана и зачем так много бумажек на одно дерево это шапка висит на суке русский богатырь илья муромец ищет встречи с благородным разбойником робином гудом ежели тот конечно не струсит вот вроде без клякс получилось ну вот теперь прочтет и сам меня отыщет а уж потом и потолку им ну все здесь мне больше делать нечего но долго искать не будет слава богу о клубок ниток обычно я что-то забыл про него на дороге не валяются а тут вон а как а что если опять не открывает рот вашу корчму зайти захочет пустишь конечно ведь он благородный разбойник британия дружище а ты случаем не знаешь где робина года найти можно а кто хочет знать русский богатырь илья муромец робин гуд самый известный и самый благородный разбойник британии перед тобой парень да тише ты чего орешь то услышат ведь а ты в розыске вон весь лес в плакатах а да это дело прошлое с тех пор как моим адвокатом стал сам сэр уильям красноречивый власти отказались от моей поимки все равно меня каждый раз освобождают прямо в зале суда так плохо деньги нужны 10 тысяч фунтов что вот так вот для благородного отпускают грехи с деньгами у меня проблем нет но просто так не да ну ка дай подумать что с тебя взамен стрелять ну надумал чего а ты сомневался тогда ты не знаешь робин гуда будем стрелять из лука если победишь деньги твои нашел дурака давай лучше на кулачках до первой крови нет уж спасибо о придумал будем футбол играть ну спорт конечно непонятный непопулярный но мне нравится меня мой сосед сэр бекхэм научил только для этого дела мяч нужен а мой шериф нотингемский кинжалом проткнул шейновый и поиграем проткнули мяч ему заметь зашибись а как этот мяч твой выглядеть должен ну такой круглый кожаный но не знаю что такое мяч ну так бы и сказал с шеи мне колобка с шеи мне колобка мяч хорошая шкура прочная и с такой что хочешь сшить можно хоть сапоги хоть шапку медведя блин нитки есть кожа тоже иголку бы раздобыть князюшка у тебя иголка нигде не завалялась откуда илюша не штрашить умею а иголки у тебя случаем нету нет богатыр в принципе долго и бегать не придется но давайте других людей тоже поспрашиваем у тебя случайно чтобы диалоги послушали нигде не завалялось я рыцарь а не белошвейка сэм а иголками не торгуешь вот чего нет того нет мне бы иголку раздобыть игольками не торгуем у тебя случайно иголки нет была да только потеряла я ее а где не поверишь в стогу сена ваше величество а иголочки у вас не найдется нет нет однажды моя любимая супруга укололась иглой а спустя пять лет превратилась в злую старую ведьму в этот день я выбросил из замка все иглы а точно точно ли она из-за иглы превратилась в злую старую ведьму пять лет все таки прошло и иголочки не найдется служивый нет благородный сэр ничем не могу вам помочь очень жаль на самом деле все намного проще к бармену надо обратиться слушай а у тебя иголки часом не найдется в настоящем британском пабе сэр найдется все но но похоже на мяч отлично даже лучше чем билл пойдем и начнем наше состязание ну что богатырь не трусишь может тебе фору дать похвалится мы все мастера ты бей давай ну лови богатырь выиграть его на самом деле очень легко а вот мы его родимого и поймали это просто досадная случайность теперь мой черед ну ну посмотрим как ты бьешь он все время в другую сторону бьет ну что знай как говорится наших не понял а если мы тебе крученый кто сигналит кто сигналит эй парень да тебе просто повезло теперь мой черед ну ну посмотрим как ты бьешь ну давайте фору дадим ему хоть раз дуреное это занятие но ничего приспособимся а нет я хотел в него вывозь но ничего пойдемте в этот раз у меня ничего получилось ты что забил не может быть готовься сейчас я тебя точно забью ну и кто тут чемпион нехорошо как то получилось теперь мой черед ну ну посмотрим как ты бьешь а вот так ежели попробовать а это было легко эх жаль ударил вроде не слабо ну ладно не будем мы ему давать выигрывать вот я сейчас своим секретным ударом хороший секретный удар да 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 чего то ты слабоват да просто кочка помешала где кочка здесь ни одной нет теперь мой черед ну ну посмотрим как ты бьешь это вот у меня секретный удар а сейчас я посильнее стукну в другую сторону хорошо что в тебя не попал а то зашиб бы да я просто споткнулся можешь даже не стараться все равно не поймаешь хвостун хвостун а это оказывается просто это просто досадная случайность теперь мой черед ну ну посмотрим как ты бьешь прицел надо брать получше и в смысле а он же был в другую сторону должен был кидать эй моя бабушка играет лучше ой не приживется у нас на Руси эта босурманская забава вот так но мы все равно выиграли Знай, как говорится, наших. Давно я так не веселился. Вот твои деньги, русский богатырь. Слышишь, корчмарь, долг князев уплачен. Спасибо, сэр. И если честно, я уже и не надеялся. Илюша, спаситель мой. Домой приедем. Я тебе орден вручу. Нет, даже два ордена. И еще медаль за оборону князя. Ты лучше скажи, как принцессу одолеть. А очень просто. Сила ее колдовская от амулета с волшебным камнем глазом дракона идет. Амулет тут она в Китае раздобыла. Но там еще один такой же глаз остался. Вот он-то нам с Басурманшей справится и поможет. Ежели эти два камня вместе свести, вмиг все ее колдовство улетучится. Ты вот что, садись и все это в письменном виде излагай. В письменном виде? Это ты хорошо придумал, Илюшенька. А зачем? А затем, что письмо это мы Добрыне отошлем. Чтоб в Китай за глазом драконьим отправлялся. Ну-ка, дописывай, да на улицу пойдем. В связи с экономическим кризисом, а также ухудшением международной обстановки, вводится новая для всех обязанность. Ну и рожи. Каждый день подарки приносите во дворец. Это незаконно. С этого момента право на свободу мысли отменяется. Это усурпация власти. Мы должны собрать печи. Так, он же из дома, по-моему, не собирался выходить. Что он тут делает-то? Микета побороть решил по пути. Зачем-то. Мост разрушить. Лес переполошить. Вот она, великая китайская стена. Давненько я здесь не был. Да, пожалуй, с тех пор, как срочную службу на пограничной заставе проходил. Хочешь пройти, чужеземец? Докажи, что ты не варвар. Честное богатырское слово. Я не варвар. Нет, так моя тебе не верит. А я должен сочинить поэму на китайском языке. Так моя будет знать, что ты приобщился к великой китайской культуре. Чего? Да я русский богатырь. Да я подкову узлом завязать могу. Даже вместе с конем. А ты мне предлагаешь стишки сочинять. Хорошую подкову каждый варвар испортить может. А стихи слагать только культурный и образованный человек. Напишешь поэму, пройдешь в Китай. Не напишешь, тут сиди. А вот скажи, служивый. Говорят, где-то в Китае камень волшебный хранится, который глазом дракона прозывается. Не знаешь где? Я не знаю, но наш император самый мудрый человек и на земле. Если его спросить, то наверняка скажут. Если, конечно, захотят с тобой разговаривать. Написано по-китайски. Ну ничего, читать я худо-бедно обучен. Так. Варварам и торговым агентам крупных компаний вход воспрещен. Понятно. Политика культурной изоляции. Ох, не доведет это их до добра. Здравствуйте, бабушка. И тебе не хворать, внучок. Далеко ж тебя труси нашей занесло. Да и вас, бабушка, не близко. Ничего не поделаешь, внучок. Бизнес. Вот раз продам тут матрешек с балалайками, накуплю у китайцев кафтанов пуховых да лаптей каучуковых и в Киев на базар. А потом обратно мотнусь. Ровно челнок кацкий. Меня и прозвали-то Пелагея-челночница. Тебе, кстати, балалайка задюшена. Не нужно? Да пока вроде без надобности. Теперь я понимаю, почему в Киеве на базаре шиш-балалайку приличную найдешь. Ими, оказывается, в Китае торгуют. Стихи. Послушай, дедушка. А для меня... На русском причем написано. Не напишешь? Отчего же не написать, Юноса. Только это будет стоить 100 золотых. 100 золотых. Ммм. Ну, понятно. Молодой человек, если вы не перенесли денег, то не стоит меня отвлекать. Мне кажется, мое вдохновение где-то рядом. Сейчас стихи Чаджа Пяти сочинять может. Пойду прогуляюсь. Времена совершенно не те стали. Может, что в Богу придет на свежем воздухе? Так. Странный какой-то кирпич. Похоже, за ним что-то спрятано. Золотишко в моем случае не помешает. А вот и сто золотых. Долго не пришлось искать. Наверняка в стене еще такие есть. Это сюрприз. А, знакомые все лица. Ты же Алёнушка, летописец киевский. Здравствуйте, Добрыня Никитич. А я тут... Вижу, вижу. Хотела через великую китайскую стену перелезть. До силы не рассчитала. Вовсе нет. Я просто так влезла. Гуляла, гуляла, а потом скучно стало. Да и думаю, мышцы разомнут. Тебе точно помощь не нужна? Да все в порядке. Просто сижу тут на статье и не выдумываю. Будет называться «Размышление на корнице». Что-то не верится в такое. А вот и еще один тайник. «Да сколько ж в этой стене золота?» Пойдемте еще посмотрим. «А вот и еще один тайник». Впрочем, третье... Третье золото нам не пригодится уже. «Да сколько ж в этой стене золото?» Так, а тут... А дальше пройти нельзя. Непонятно для чего здесь стрелочка есть. Ну ладно, можем теперь стишки заказать. Ладно, Добрыня Никитич, скажу правду. Мне в Китай пробраться надо было. По редакционному заданию. А ворот их не пускали. Ну вот я и решила через стену перемахнуть. Да только застряла. Ну так спрыгивай вниз. Вместе чего-нибудь придумаем. Не могу, Добрыня Никитич. Боюсь. Давай так. Если боишься, глаза закрой и прыгай. А я тебя внизу поймаю. Не буду. Там мышь внизу. А я их с детства боюсь. Не дури, Аленка. Спускайся. Нет уж. Я лучше здесь с голоду умру. Тьфу ты. Ну вот. Попалась серая. Спускайся, Аленка. Изловил я мыша твоего ужасного. Ни за что. А вдруг она у вас из рук вырвется? Хе-хе-хе. Ну, Алена. Сама она просилась. Помогите! Мышь! Ну вот, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Спасибо, конечно, Добрыня Никитич. Но должна заметить, что ваши методы... Да будет тебе злиться. Пойдем, что ли? Надо как-то в Китай пробираться. Нет уж. Я лучше здесь постою. Мало ли что вам еще по дороге в голову взбредет. Надо же, как напугал-то. До сих пор глаз дергается. Ай, трустишка. А, через стену перемахнуть хотела. Но это... За это бы наверняка там приняли бы. Незаконно же это. Так, ну вот, давай. Я заказываю стишки. Ага, ты принес деньги. А я как раз написал замечательную поэму о любви. Возьми ее. Только когда будешь читать, запасись салфетками. Она очень грустная. Пожалуйста, не писай мне. Мое вдохновение вот-вот придет. Ну, я тут это... В общем, написал кое-что. Вот. Поэма «Девушка Гладиолус». Читай. Я готов услышать. Ты ее узнаешь из миллиона по широким плечам и голосу. Разгружает она в вагоны с семенами цветка Гладиолуса. Что это за бред был? Только что. Это возмутительно. Да как тебе такое только в голову присылось? Действительно. Я прошу тебя уйти и волосы не терзать мои уши такими немелодительными звуками. Ты что это мне подсунул, дедушка? Да меня с твоими стихами прогнали за шеей. Просто-то Мира еще не готов к такой прогрессивной поэзии. Ладно, в качестве компенсации я напишу для тебя еще одну. Совершенно бесплатно. Ну, давай, что ли. Хорошо. Вот еще кое-что написал. Поэма о безответной любви. Я салуся. Ты отказала мне два раза. Ты мне сказала, не хочу. Сказал бы я тебе, зараза, но, как и прежде, лишь молчу. Вот это еще прикольнее было. Да, вот у меня только есть вопрос. Неужели этот мужик не видит, что я заказывал стрижки, а не сам сочинял? И почему вообще стишками мужик торгует прямо здесь, прямо возле прохода в Китай? Мне кажется, так оно тут и работает. Просьба предлагать это, сочинить стишки. Это лишь просто игра такая у них тут. А на деле мы платим просто. На деле просто все платят этому деду. А денежки все уходят в императорскую казну. Зачем только надо было делать, непонятно. Просто платный бы вход сделали. А, подождите, понятно. Как-то платить за вход, это как-то у них, наверное, не очень-то благородно. Поэтому мы через заказы стишков это применим. А сами будем делать вид, что мы не видим, как будто это не путник сам, сочиняя стишки, а его заказывают. Какой бред вообще полный. Вот я просто в шоке с этих китайцев. Пойду прогуляюсь, что ли. Может, чего в голову пойдет на свежем воздухе. А, блин, зачем... А зачем я пошел туда? Подождите. Опять не то, рифмоплет. Эх, я так и знала. Нужно написать что-то в духе современности. Но без вдохновения у меня нить его не выйдет. Ясно. Ну а что надо, чтобы это вдохновение пришло? Ну, к примеру, я должен увидеть перед собой прекрасную деву, грациозно плывусьюю в танцах. Прекрасная дева, грациозно плывусьюю в танцах. Да, это именно то, что меня вдохновит. Мудрее нашего императора только великий даракун. Но он утомился от глупости этого мира и крепко спит в своем свесенном храме. Запомним. Пойду прогуляюсь, что ли. Ну, дело только одна тут есть у нас. А скажи-ка мне, красная девица, Могла бы ты для одного поэта вдохновением стать. Да вот еще. Мне в Китае надо бы на, а не глупостями заниматься. Так ведь я потому и прошу. Ежели на него вдохновение снизойдет, он поэму напишет и нас за ворота пропустят. А, ну тогда запросто. Показывайте, где этот поэт ваш. Сейчас его мигом вдохновлю. О, вот она, прекрасная дева. Мое вдохновение у Зе Блиссака. Спляси, Зео, прекрасная. Аленка, ну спляши ты ему. А то всю жизнь под этой стеной просидим. Вот незадача-то. Да, вот тут что-то не работает. Ну, короче, говорит, что не может без музыки плясать. Ну чего, не надумал насчет балалайки-то? А вот и надумал. Продай мне балалайку, бабушка. Да хоть сейчас забирай. Сто золотых всего. Может, в кредит продадите, бабушка? Кредит? Добрый молодец. Портит отношения. Сто золотых забирай. А это правильно. Вот, деньги за балалайку, бабушка. Спасибо тебе, богатыр. Играй на здоровечко. Бабушка. Я бы не сказал, что бабушка-то молода. Моложе гораздо выглядит. Так, ну попробуем. Хотел я тебя, Аленка, подыграть. Да не могу. Пальцы, видишь, у меня для музыки неподходящие. По две струны за раз нажимаю. Ох, и здорово играешь. Ноги сами в пляс просятся. Спасибо, Добрыня Никитич. Только беда. Не могу я одновременно играть и плясать. Эй, дедушка, а вот когда Добрыня Никитич пляшет, вам вдохновение не приходит? Нет, нет, прелестница. Только ты. Да, это проблема. Да вон, служивый еще есть. Ну-ка, служивый, сыграй что-нибудь. Да только повеселее. Сейчас попробую. Удивительно, что согласился. Ну, в общем, сойдет музычка. Странная музычка, если честно. Как можно плясать под ней? Где моя бумага? Вот молодой человек. Это лучшее, что я когда-нибудь сочинял. Вот тут еще один вариант. Поэма «Крокодиловые слезы». Надеюсь, этот не такой плохой, как предыдущие. Эй, это так оно начинается? Рыжий берег с полосками пила. Твоих ножек следы на песке. Рядом с ними следы крокодила. Хоть тебя я не встречу нигде. Хоть любви я твоей не изведал. Но я смело спускаюсь к воде. Риска нет. Крокодил пообедал. Замечательно. Весетляюще, блин. Я сейчас расплатюсь. Нужно будет протестать моей возлюбленной цинь. Ты великий поэт тюжестранец. Проходи. Добро пожаловать в Китай. Да он по-любому видел, что это не он написал, а где тут написал. Просто игра тут такая, видите ли? Вот так бы и раньше. Теперь найдем вашего императора да потолкуем. Че заметался? Есть у меня одна мыслишка. Прежде чем с народом общаться, надо с этим вот мужиком в маске поговорить. С мешком, блин, на голове. А скажи-ка, служивый, где мы императора вашего увидеть можем? Простой смертный может лицезреть императора только во время традиционных выходов к народу. Ближайся из них завтра утром. Ну, нормально. Денек перекантуемся, достопримечательности посмотрим, а завтра с утра с императором и поговорим. Простой смертный никогда не может говорить с императором. Его голос слишком груб, чтобы осквернять тонкий слух великого и просвещенного властелина. Ишь ты, высокомерие, как бы. Простой смертный может задать один вопрос императору только в случае собственной казни непосредственно перед отсечением головы. Ой, добрыненький, а что ж делать-то? Что ж... Странные законы какие-то здесь. Похоже, придется узнать, за что у них тут казнят. Да, странные законы, как от входа через великую китайскую стену заканчивая возможностью общения с самим императором. А вы ничего не путайте насчет вопросов императора? Закон гласит, только перед собственной казнью простой смертный может задать императору вопрос и получить на него ответ. Да ладно, врать-то? Я ж недавно целое интервью с вашим императором читала. Там еще целых 20 журналистов вопросы задавали по очереди. Совершенно верно. Один журналист, один вопрос. И на плаху. Казнили всех журналистов, что ли? Нельзя так с журналистами. Вот так Китай. Я все сказал, чузостранцы. Не отвлекайте меня без дела. Ну, пойдем посмотрим, что в этом Китае, почем. Видать, ничего не попишешь, Аленка. Надо бы на мне собственную казнь устроить. Только так с императором поговорить можно. Да как же это, Добрыня Никитич? Вам ведь голову отрубят. Да выкрутимся как-то. А вось не впервой. Может, передумайте, Добрыня Никитич, где же это видно, чтобы человек по собственной воле смерти искал? Я бы на его месте другой способ искал. Это же то, что мне нужно. А скажи-ка, уважаемый, за что у вас тут смертная казнь полагается? Скажу, но это будет стоить 10 юаней. Не трать мое время, варвар. Плати 10 юаней. Деньги нужны. А эти не подходят деньги, что ли? И консультации для варваров. Купи рубашку, варвар. Мотная, хорошая. Варваром называют. А надо было доказать, что я не варвар, чтобы пройти сюда. Да у меня и своя неплоха. Где логика? Ты лучше скажи, не знаешь часом, чего у вас тут сделать надобно, чтобы к смертной казни приговорили. Эй, проходи мимо, глупый варвар. Не мешай торговле. Купи рубашку. То же самое. Обычная белая рубашка. На элыке чего-то по-английски написано. Дульче и кабанна. Тьфу. Срамные словечки. Портрет из натуры. Портрет на памяти посещения Китая. Сидя, стоя, на белом коне. Не зылай с портрет. Че за земец? А за это казнить могут? Нет, сто ты. Все совершенно законно. Тогда не нужно. А это кто нарисован? Как тебе не стыдно, варвар? Это за наш всемилостивейший и всемудрейший император. Ясно. Одежка на нем красивая. Портрет рисую, недорого. Руку бы я сюда совать не стал. Вон как вода кипит. Да. О, денежки валяются. Деньгами китайскими обронил кто-то. Негоже богатырю чужое тратить. Но ничего не поделаешь. Купи молюшкам, варвар! Свежие и вкусные молюшки! А за то, что я их съем, меня могут казнить? Ты сам всю жизнь себя будешь казнить, если ты попробуешь самых вкусных молюшков в Китае. Купи! Спасибо. Не хочется. Так, ну а с этим поговорить тебе нельзя. Ладно, теперь вон можно купить этого. А, стоп, не туда! Что-то я неправильно делаю. Не туда, не туда, не туда. Сюда надо. Варвар. Модельеров! Вижу, у тебя появились настоящие деньги. Спрашивай, варвар. Чего у вас нужно сделать, чтобы к смертной казни приговорили? Ну, это очень просто. Тебе нужно кого-нибудь убить. Нет, не станет русский богатырь как разбойник душегубствовать. Давай другие варианты. Ну, тогда можно вытоптать плантацию риса. От десяти гектаров и больше. Да ты, законник, совсем с ума сошел. Да я быстрее ноги до колен сотру. Ну, тогда я тебе самое страстное преступление расскажу. Смертная казнь полагается за носение одежды пурпурного императорского цвета. Вот так законы в Китае. Я вообще в шоке. Как чего-нибудь пурпурного раздобыть. Секунду, мне тут звонят. А, плевать. Незнакомый номер какой-то был. Да, странно как-то это очень. Но, с другой стороны... Деньги с умом... С другой стороны, довольно просто. Вот узнаю, как казнь собственную устроить. Тогда и покупки делать стану. Вы, если что, хоть немножко денег на поминки оставьте, Добрыни Никитич. Ну, до этого, надеюсь, не дойдет. А вот эта одежка, она какого цвета? Не пурпурного ли? Совершенно верно. Это император в свесенном пурпурном одеянии. Кроме него, этот цвет никому носить нельзя. Да. Вот, значит, какую рубаху мне поискать надо. Обычная белая рубашка. На ярлыке чего-то по-английски написано. Дульче и... А, это было уже. А скажи-ка, уважаемый, нет ли у тебя такой же рубахи, но только, к примеру, пурпурной? Эй, да что ты говоришь, чужеземец? Рубашку такого цвета только император носить может. Странный какой-то закон. Хороший цвет и дешево. А если очень надо перекрасить? А вон, дед, который стежки сочиняет, тоже пурпурного цвета рубаху-то носит. И ничего вроде. Или закон действует только в пределах Китая, а за пределами, вот, перед китайской ситуацией нет. Короче говоря, тоже все это странно. Давай рубаху свою покрасим в бурный цвет потом. Давай свою рубаху. Бери, не пожалеешь, такая рубаха. Сам носить будешь, дети твои носить будут и внукам еще в преданной останице. Ну, поглядим, поглядим. Юридические консультации для варваров. А вот скажи мне, художник, это ты портрет рисовал? Я. Его величество император специально позировал для меня в своих свесенных пурпурных одеяниях. Понятно. А где ж ты такую красивую пурпурную краску раздобыл? Сам сделал. Это очень просто. Берез немного морских моллюсков. И варишь в кипящей воде полчаса с добавлением соли. Спасибо за информацию. Эй, Аленка, рецепт запомнила? Запомнила, Добрый Никитич. Я, кстати, пытался в реальной жизни в кипяченой воде... Поп... Моллюсков в кипящей воде поварить с солью. Ничего не получилось. Полдня потратил впустую. Соль. Вроде ничейная. Надеюсь, никто не против. Ну, ладно. Дай-ка мне парочку этих вот в раковинах. Хороший выбор, чужеземец. Приятного аппетита. Тьфу. Так, и сразу же туда их. Фух. Слава богу, я от них избавился. Такое в кармане носить, страх как противно. Пурпурного цвета не получилось. Молюшки свежие! Кому молюшки! Посолим немного. Согласно рецепту. Как моллюски могут пурпурный цвет создать? Вроде похоже. Получилось. Света от стоп. Преступление. Стража! Сам шею! А как и створки яю! Не налазит рубашка. О! Появился-то как. Я арестован за страстное государственное преступление. Советую не оказывать сопротивления и следовать за мной. Ой, что сейчас будет? Мамочки! За носение одезды свесенных императорских цветов русский богатырь Добрыня переговаривается к смертной казине путем отсетения головы. Это произвол! Вы не посмеете! Будешь перебивать? Отправлю на Катарегу. По закону приговоренный может задать императору один вопрос. Готов ли ты, приговоренный? Готов. Скажи, император, где мне глаз дракона добыть можно? Волосебный камень, называемый глазом дракона, хранится в храме дракона высоко в горах. Это велитяйшая тайна. Но ты о ней уже никому не рассказывас. Палать, руби ему голову. Подождите! Ну подождите же! Не отвлекайте меня, пожалуйста. Я работаю. Увы, те же земец, но то радиции... Я вот подумал, чего сразу казнить. Может, заменим принудительными работами? Увы, те же земец, но то радиции есть то радиции. Так, вот. Сто золотых дать ему нельзя, и в принципе слава, и в принципе слава, наверное, Богу. Потому что за взятку бы, взяткой ты тоже преступление-то. А вот поэму можно представить, пожалуй. Но он же не виноват. Он же не знал, что у вас такие законы. Правда, Добрыня Никитич? Не знал. Незнание законов не освобождает от ответственности. Все знают. Хорошая фраза. Надо бы ее записать. Все равно. Нельзя его казнить. Он... Он... Да он знаете, какие поэмы пишет? Поэмы? Давно не слышал хороших стихов. Прервите казнь. Пусть читает. Ну... В общем, так. Это реально, видимо, слова и стишка. Везем берег реки Хуанхэ. Рыжий берег с полосками ила. Твоих ножек следы на песке. Рядом с ними следы крокодила. Хоть тебя я не встречу нигде. Хоть любви я твоей не изведал. Но я смело спускаюсь... Стих про то, как крокодил возлюбленную съел. Крокодил... Не понимаю, как им нравится это вообще. Восхитительно. Или, может, я чуть не понял. Это седевр. Освободите поэта. Я дарю ему жизнь. Спасибо, император. Ступай. Ступай с глаз моих, пока я не передумал. Нехорошо получается. Я из-за тебя топор точил. Костюм стирал. А ты... Чфу. Никогда не думал, что тезуземцы под силу сотенить такие прекрасные стихи. Спасибо на добром слове. А, кстати, как в этот храм дракона пройти? Ступай по дороге. Она выведет тебя к вратам. Ничего себе. Как отмазались. Обалдеть. Я так за вас рада, Добрыня Никитич. А материал-то для статьи какой. Будете в Киеве, непременно наш журнал купите. В Киев еще попасть нужно. Ну что, идешь со мной за глазом, в Храм Дракона? Да зачем я вам там под ногами путаться? Тем более, Император так от вашей поэмы расчувствовался, что я его на эксклюзивное интервью раскрутила. А, ну тогда бывай. Осмотр достопримечательностей продолжается. Теперь в Храм Дракона топать придется. Опять ворота и опять заперты. Это уже становится нехорошей тенденцией. Лишь верная молитва проходит. А, вот ненавижу эту мини-игру, которая сейчас будет. Видать, придется мне немного... Там в основном на везение полагаться нужно. Ох, сохранение, кстати, есть на нее? А, есть. Ну, если что, воспользуемся, но все равно попробуем. Просто нажимать нужно, чтобы в ряд картинки всплывали вот эти. Но, честно говоря, я эту игру так и не понял до сих пор, до конца. И причем, надо пытаться во время уложиться. Че-то не везет пока совсем. Че-то не везет пока. что-то вроде получается, но че-то мне кажется мы не успеем. что-то не везет пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, посмотрим, что там за храм дракона. Это вы, что ли, бабушка? Я, внучок. А кто ж еще? Вот прослышала, что здесь всякую-всячину для жертвоприношений дракону какому-то скупаем. Дай, думаю, лоточек поставлю на пробу. Ну, и как торговля? Да пока что, внучок, не очень. Ммм, понятно. Пойду осмотрюсь, пожалуй, если дракон не против. А если против, тоже войду. Красиво построено, ничего не скажешь. А дракон-то где? Так просто нельзя взять его. Как печально. Выйду, пожалуй. На свежем воздухе и думается лучше. А скажи-ка мне, уважаемый, как бы мне глаз дракона раздобыть? Очень нужно. Глаз дракона, варвар, это величайшая святыня. И только сам великий дракон может ее тебе дать. Но только для этого дракона надо разбудить. А как его будят? Кричат там? Или водой холодной поливают? Великий дракон, превратившись в статую, спит в своем краме, утомленный мирской глупостью. И только правильное зертво приносение может его разбудить. Так написано в наших книгах. О болице я ничего не знаю. Волозы на алтарь правильную зертво, и великий дракон просьется. Бабуля, а что обычно у тебя покупают, чтобы дракону в жертву принести? А вот благовоние обычно хорошо действует. Сандал по-ихнему называется. Драконы говорят на него жуть, как падки. Ну, ладно. Ну, дайте мне этого сандалу, что ли. Хотя, по-моему, ерунда какая-то вообще, а не предмет. Ерунда какая-то, а не предмет, по-моему. Ну вот. Смотри, что у нас здесь. Ничего не понимаю. Бабуля сказала сто процентов. Бабуля. Выйду. Послушайте, бабушка, а не обманываете ли вы меня часом? Обманываю, внучок. Обманываю. А куда деваться? Товар-то распродать надо было. Ну, так нельзя торговать. Только сперва купи матрёшку. Ну, что я и одной на прилавке пылиться. Ишь ты, какая бабушка, бля. Ну, давайте вашу матрёшку. Бери, бери, внучок. Чую, она тебе ещё сгодится. Причём не целую, а половину матрёшки продал. Ну, класс вообще просто. Ну, давай рассказывай, короче. Ну, значит, слушай, внучок. Пару месяцев назад приходила сюда одна принцесса Басурманская. Так. Ну, вот. Разбудила она дракона-то. И чем же, бабушка, не томите душу. Пирог она для него земляничный испекла. Как услышал дракон запах, так и проснулся. Вот и ты так сделай. Добудь муки, воды, земляники для начинки, тесто замеси, а пирог я тебе сама слеплю. Ну, уж я в этом деле мастерица. Окей, ну здесь с земляникой проблем нету. Вот. Полное. Иди ты, какая земляника спелая. А пахнет-то. То есть он вот так рукой взял, а земляника ему вот так в руки летит, видимо. Или как ещё это можно было описать, блин. А вот ещё вопрос. Где тут у вас муки раздобыть можно? Я как раз собирался испеть для всех монахов Насова монастыря рисовых пиросков с предсказаниями. Но наступила неделя великого воздержания. Поэтому возьми этот мисотик муки, тюззземец. Он мне всё равно не нужен. С мукой вообще проблем никаких не возникло. Тут просто повезло, считай. Матрёшка пригодится всё-таки. Роду я воду в матрёшках не держал. Да что поделаешь. Тесто вроде готово. Теперь за бабкой дело. Вот бабушка. Кажется, всё собрал, что нужно. Молодец, внучок. Вот только запамятовала я. Мне ж тесто раскатать нечем. Достал бы ты мне скалку? Или похожее чего-нибудь? Слабовато закрепили. И слишком громадная штука, конечно, чтобы рассказывать тесто. Надеюсь, никто не заметит. С помощью неё. А, эта штуковина вам не сгодится. Бронзовая и больше на золото похожа. А в руке деревянное полено, а не бронзовый барабанг. Спасибо вам, бабушка. И тебе спасибо, богатырь русский. Ты уж не серчай на меня за то, что было. Сам понимаешь, бизнес есть бизнес. Эй, дракон, пора кушать. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Дракону. Цыпа, цыпа, цыпа. А вот здесь мы наш пирожок испечём. Нет, так он у меня точно подгорит. Положить бы его на что-нибудь. Дракон-то, видать, переборчивый. На золотом блюде ему подношения подавай. Пожалуй, это то, что нужно. Вот так-то лучше. Вообще быстро испёркся. А вот об этом я и не подумал. Как же я его оттуда сниму? Горячий ведь? Так. Хороший материал. Надо только быстрее, пока не изжарился. Думаю, дракон не обидится, если я его себе возьму. Вот так мы его и прихватим. Запах-то какой! Ну, если это его не разбудит. Мань честная. Да это ж Горыныч. Горыныч! Странно говорит он немного. Ну да, вот, одного нету камня. Сейчас же второй такой же камень не выдашь. Возвращаться после культурного обмена тебе будет уже некуда. Ух ты ж, бревном мне по затылку. Ну, откуда же я знать мог? Какой у неё пирог был. Почти два часа уже записываем. Ну ты это... Спаси Русь-то! Чай не впервые тебе. Ну да ладно. Погостили и хватит. Пора в Киев возвращаться. А то наворотит там дел принцесса окаянная. В связи с продолжением экономического кризиса для всех россиян вводится новый свод обязанностей. И меры ответственности. С этого момента право на свободу. Право на собственное мнение отменяется. Право всего живого на любовь отменяется. 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 Да. Да. Все не согласны с действием нового указа. Будут жестоко наказаны. Вот, добыл я глаз дракона. Кстати, вы даже не поверите, кто его там охраняет. Потом расскажешь, Добрынюшка. Сам видишь, чего в стране творится. Каждая минута на счету. Да. Вы уж поторопитесь. Верните на престол законного государя. А то я в изгнании. Вон, уже простудился совсем. Простыл, что ли? Ноги в воде. Вы тут план восстания пока разработаете? Ну, там чего в первую очередь захватывать? Соленый, наверное. В почту, мосты, телеграф. А я побегу народ собирать. Да погоди ты. Тут восстания не нужно. Нам бы как-нибудь незаметно в палаты княжеские попасть. Да наш камень волшебный на ее такой же направить. Тогда и пропадет ее сила колдовская. Так через квасной ларек можно. У меня там ход подземный. Прям в палаты вырыт. Ну, на всякий случай. Ежели с утра голова побаливает. А вот это, похоже, именно то, что нам нужно. Ну, нечего зря сидеть. Раз решили, так действуйте. Интересно, а забава где? А может, все-таки народ поднимем? Я уже сигнал к восстанию придумал секретный. Мы из пушки холостым выстрелом пальнем. Пойдем, Илья Иванович. Посмотрим, что там за подземный ход. Только камень волшебный я пользовать буду. Знал бы ты, Илья, каким трудом он мне достался. Ну, нечего рассиживаться. Раз решил, действуй. Ты посмотри, Добрыня, чего с городом сталось. Да уж, ни покупателей, ни торговцев. Как после набега Половецкого. Одни в тюрьме уже оказались, другие свалили, видимо, из Киева. Вот он, ларек квасной. Там внутри, ежели князь не врет, прямой подземный ход в палаты княжеские. Только заперто здесь, и окно досками заколотили. Ну, это нам не помеха. Эй, это чего там? Не шали, а то тревогу поднимут. Тьфу ты, чёрт. Тревога нам совсем ни к чему. Мы же вроде по-тихому решили. Надо б на их отвлечь как-то, Илья Иванович. Это кто там скрипит? Я сейчас тревогу подниму. Да, погоди. Тихо. Эх, совсем народ по дыгам басурманским испортился. Кто-то совершенно новую пилу бросил. А у стражников теперь доспехи... Вот были в прошлый раз жёлтые с тёмно-зелёным, а теперь тёмно-зелёный с жёлтым. То есть инвертные стали. А неплохое полено. Правда, Добрыня? Ого. Из такого чего хош выпилить можно. А то и супостата по башке огреть. Что-то тут стояло раньше. Не помнишь, Добрыня? Помню. Как не помнить? Тут дед с пилой сидел. Запятак мог твой профиль... Когда мы в начале серии тут ходили, не было никакого деда здесь. Эх, и его прогнала нечисть басурманская. Туда же стрелочки нет, мы не можем туда пойти. Нечего здесь слоняться. Никого во дворец пускать не велено. А если будете здесь шнырять, тревогу подниму. Ну-ка, Добрынюшка, поработай тут немного. Надобно для распрекраснейшей нашей принцессы вот из этого полена цветок деревянный выпилить. Это мы запросто... А то и похуже в кого. Эй! Мне из-за твоей пилы ничего вокруг не слыхать. Ну-ка, прекращай! Я вот сейчас прекращу, а сам пойду к царевне. Да расскажу, как ты ее цветка деревянного во славу ее красоты выпиленного лишил. Как пить даст, обратит она тебя в жабу. Да я... Да я... Я пошутил просто. Работай, работай. Да гляди, чтоб цветок красивый получился. Ну вот. Добрыня там такой шум поднял, что на меня никто и внимания не обратил. Умеет Добрыня этим заниматься, посмотрю. Передайте это принцессе с заверениями в самой искренней народной любви. Все непременно передам. Ну, князь, подземный лаз вырыл, а на освещение поскупился. Как же он здесь ходит? На ощупь, что ли? Да, многие задаются вопросом, как пройти вот это место. Вечно они тут не могут пройти. На самом деле все очень легко. Надо просто нажать в правый нижний угол. И тогда он без проблем пройдет. Что-то ветерком свежим повеяло. Кажется, нашел я выход. Уф, чего-то у меня после этого подземного хода голова побаливает. А это что такое? Неужто супостаты тревогу подняли? Ну, я вас! Добрыня? А ты потише не мог? Ты же знаешь, Илья Иванович, это не мой стиль. Ну что, пора наверх? Пора, Добрынюшка. Ну, что тут у нас? Спит, Басурманша. Давай, Добрынюшка, действуй. А то, ежели проснется, она из нас скульптур понаделает и вместе с Алешкой поставит. Добрыня, камень волшебный у тебя. Тебе и карты в руки. Да, кстати, вот я заметил один такой нюанс. Вот желтый курсор, желтая подсветка. Это обычно, когда мы на предмет какие-то наводим. А зеленая подсветка на персонажа, а вот здесь почему-то тоже желтый. Ну, да ладно. Аккуратней, Добрыня, не разбуди. Так, ну что, все, давайте дело это закончим, наконец-то. А вот и мы, твое басурманское величество, сейчас за все посчитаемся. Посчитаемся. А-а-а-а! Вещь, а-а-а! Мужики, а что здесь было? Леха, живой! А-а-а! Тут такое было! А-а-а! А-а-а! Класса Эхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэхэххэххэхэх. Ну? Вот так как то? Так, ну вот, прошли игру Правда, вот этот арт на титрах Больше Клеймуром за Соловей Разбойнику подходит Чем вот этой игре В общем, короче говоря, игра очень прикольная Очень-очень длинная И, возможно, это вообще самое длинное видео на моём канале Собственно говоря Игра очень прикольная Сюжет интересный Но название Не подходящее совершенно Сюжет игры не соответствует названию Ну, впрочем-то говоря Тем не менее, игра всё равно интересная Хотя Стоит также к недостаткам отнести ещё то, что Это Поначалу сохранёнки не работают Их приходится исправлять Впрочем, в начале первой серии я показывал, как это исправить Также начиная с Windows 8 не работают Этот лес вылетает Приходится использовать сохранение Которое вот у меня есть Слава богу Ну, а так Это отстой Потом этот раннер превратили в совершенно другую игру Три богатыря просто называется Приключения там Она тоже такая скучноватая Мне что-то особо не зашла 2010 год Ну, шо ж Очень длинная серия получилась Часа два, блин Но хотелось всё За одну серию оставшейся пройти Так что, в принципе, всё равно Может даже и хорошо Спасибо за просмотр С вас, лайкос Подписывайся с меня Опичные видосы Подписывайтесь на Влоговый канал Ссылочка в описании И группу ВКонтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok